доброе утро дорогие друзья всем доброе утро и мы продолжаем изучать тору уже сегодня из иерусалима вернулся я в иерусалим и вчера был на севере цфат это место где жил и работал на это такое место как место где жил и работал аризаль вот такой аризаль и много других каббалистов и был я и раби шиман барюха и значит был в этом месте трума второй день значит то был я на модели раби шиман барюха молился что всевышний мне открыл тайны торы молиться что всевышний открыл тайны торы чтобы все кто в игре помогает что вам всем тоже открылся вышний тайны торы и чтобы показал что и как надо делать для того чтобы было все хорошо это самое главное что все было хорошо и мы сейчас продолжаем изучать недельную главу значит недельная глава сегодня очень очень такая как-то принципиально важная очень принципиально важная и очень сложная требует она отдельного изучения вот я думаю я не смогу вам подробно рассказать то что в ней написано это есть специально нужно сидеть готовится то есть если мы найдем какого-то лектора интересного чтобы он нам сделал сделал значит чтобы он нам сделал занятие новоик ряда которое было бы посвящено мешкану передвижному храму и как там все устроено и это же модель вселенной то было бы отлично вот мы можем кстати если кто-то захочет может инициировать это этот урок например его чему-то посвятить можно записать сделать видео например очень классная с объяснением сейчас делают эти модели 3d как был устроен этот мешкан как там все было устроено потому что это очень важная часть то есть тот кто это поймет он вообще поймет как мир работает но мы сейчас пройдемся поверху и несколько несколько вещей таких которые можно использовать и понятие осознать использовать в повседневной жизни я вам расскажу то что я для себя понял а но если вы хотите глубоко в этот тему войти сегодня будет как раз про ковчег завета и про крувим вот эти вот два ангела которые стояли на ковчеге завета и оттуда бог разговаривал почему крувим эти херувим на русский переводят вообще правильно крувим как написано поэтому кто они были почему они были за они так стояли с крыльями на этой крышке ковчега то есть это отдельная целая тема например а значит был были времена когда они были повернуты друг другу а были времена когда перед разрушением храма когда они отвернулись друг от друга и что они олицетворяют как что это как связь между мужчина и женщина если есть шаламбат мир в семье и любовь то это значит то то место в котором бог присутствует в этом мире больше всего в общем целое интересное тут есть много глубины но нужно чтобы эту глубину отдельно кто-то вот прям углубился и рассказал но мы идем сейчас полу порядку значит и говорит бог дальше сделаешь к поры за автором а мотаем выход церка сделаешь ты крышку к поры ты так как крышка два с половиной локтя длина и локоть с половиной ширина значит помните да ковчег завета ковчег завета он был сделан был деревянный ящик это была его суть был снаружи он по золотой ящик и снаружи еще золотой ящик то есть было в три слоя до деревянный ящик который ставился в золотой ящик и в деревянной ставился еще один золотой и вместе получалось такое как тройной почему так было много есть на этот счет метафор объяснений что человек должен быть внутри простой например был такой сын рабби большим того велите И Равин, и он, значит, он говорил, я же представляю Тору, значит, я должен быть как царь, ну, для внешнего мира. И у него были золотые кареты, золотые одежды, он был как царь, Равборох его звали из Чернобыля. Но при этом он ходил в сапогах, у которых не было подошвы. Это мало кто видел, это же не видно, что ты в сапогах, у которых дырки на подошве. И он ходил как бы по земле, был соединен с землей. То есть он чувствовал всегда, с одной стороны, свою как бы приземленность, но внешне, так как он представлял, олицетворял Тору, он был золотой. Может быть, здесь тоже есть такая метафора, почему ковчег должен быть деревянный внутри, золотой снаружи и золотой внутри. Но здесь нам говорится, сделай на него крышку золотую и сделай шнайм крувим зааб. И сделай двух вот этих вот крувимов золотых, да. Раша говорит, что это были такие две статуи, порцу в Тиноклое, у них были лица, как у младенцев. То есть это были золотые статуи ангелов. И тут тоже Всевышний сказал, не изображай никакого изображения, да. То есть я это Бог, то есть нет никакого у меня изображения. И тут же он говорит, поставь ковчег завета и сверху поставь крувим, и между этими крувим я буду с тобой разговаривать. И тут я сейчас вспомнил очень интересную вещь, есть в Усной Торе, есть спор, большой серьезный спор, как бы не спор, а два мнения. Одно мнение говорит, что Бог сказал сделать ковчег и весь вот этот мешкан, да, с Тинью, где, ну как храм передвижной в пустыне, который он сказал, я буду в нем пребывать, что Бог это сказал сделать сразу же, когда Машарабейну поднялся за скрижалями, то Бог уже передал ему, чтобы он спустился и скрижали положил в этот храм. В этот передвижной храм уже все было готово, там должно быть. Теперь это первое мнение. А второе мнение совершенно противоположное, что позже, когда уже Машарабейну вернулся со скрижалями, а сыны Израиля сделали золотого тельца, и они согрешили, то есть они сделали себе изображение, которое как будто бы это изображение изображает там Всевышнего, или его какое-то проявление, но уже было какое-то изображение. И тогда Бог, как исправление этому греху золотого тельца, Он сказал, хорошо, если вам нужны какие-то приспособления, чтобы служить Мне, то есть изначально второе мнение говорит, что задумывалось, что у каждого был личный, как пророк, личный контакт с Богом, и не нужны были никакие дополнительные изображения, ну не изображения, никакие ритуальные предметы, никакие ритуальные места. То есть у каждого был коннект, полный коннект изнутри со Всевышним в любой момент без всякого дополнительного антуража. Антуража, да. Теперь и второе мнение говорит, что после того, как они сделали золотого тельца, то стало понятно, что антураж нужен, и тогда Всевышний дал вот этот вот, саму всю эту систему, для того, чтобы был какой-то человеку понятный и привычный антураж и ритуал, как служить Всевышнему. Да, то есть и то, и то мнение существует, оно есть в устной торе, есть доказательства и к одному, и ко второму, значит, просто мы должны учитывать оба эти мнения. Значит, ну здесь мы читаем напрямую, это как бы, это для всех одинаково, да, письменная тора, она для всех одинаково, что и сделаешь двух золотых крувим, вот этих вот золотых, крувим это херувимы, как ангелы, да, и сделаешь их из одного куска, значит, и они будут стоять на двух краях этой крышки. То есть имеется в виду, что их надо было не делать отдельно и потом к крышке прикреплять, а вся эта конструкция, два салонометра золотая крышка толщиной в ладонь и вот эти крувимы, они должны были быть сделаны, вылиты, как из одного, как бы, куска золота. Значит, дальше, и сделаешь, и сделаешь одного этого крува, то есть вот, когда говорят херувима, нет такого слова, вот в торе написано, в АСе крув, крув, значит, сделай этого крува одного с одной стороны и крува другого с другой стороны. Значит, и будут эти крувим на двух сторонах. Значит, и будут эти крувим порсей к нафаем, они расправили свои крылья вверх, значит, и они, получается, так как они с двух краев этой золотой крышки, они этими своими, вот так вот они стоят, с золотыми этими крыльями такими, да, прикрывают, они прикрывают, то есть полностью прикрывают всю эту крышку. И, значит, я буду там к тебе обращаться, то есть Бог из этого пространства, то есть это было пространство Кодыша Кадашим, святая святых, и там было вот под их крыльями, вот в этом вот именно пространстве над Ковчегом Завета, то есть представьте, вот мы себе не представляем, как устроен атомный реактор, например. Но я думаю, что большинство сейчас служителей урока, вот нас сейчас 83 человека в Фейсбуке и 42 в Телеграме, 120 человек, 130. Я думаю, что максимум может быть, это маяк, как бы, предположение, но я думаю, что может быть 5 человек представляют, как устроен атомный реактор в атомной электростанции, а остальные не представляют, а может и 5 не представляют, я, например, не представляю. Но мне кажется, что там есть какой-то, почему-то у меня в голове, как или атомная бомба, например. А раз атомная бомба взрывается, или ракета, там внутри есть кусок какого-то урана, какого-то металла, Который наступает какая-то там реакция И он взрывается Но пока он как бы Пока эта реакция не включается Он не взрывается Но когда он уже взрывается То это идет энергия атомный взрыв Представляете атомный взрыв какой там Или термоядерный То есть это страшная энергия освобождается Так вот Вот этот вот ковчег завета В котором лежали скрижали Который Всевышний передал Мушарабейну Который был сделан полностью По вот этому вот чертежу Всевышнего Это и был духовный атомный реактор В котором проявление Всевышнего Было самое большое То есть мне такое сравнение как бы понятно И буду там с тобой говорить Над вот этой вот покрытием ковчега Между мебенчные окруви Между двумя этими окрувимами Которые на ковчеге свидетельства То есть этот ковчег это свидетельство Что Бог присутствует в этом мире И Бог этим миром управляет И все что я тебе прихожу Сынам Израиля Значит я буду оттуда говорить Ты передавай Все должны делать И сделаешь ты так же стол Из дерева шетим Вот это дерево шетим Я сегодня целый слушал урок Про это дерево шетим Оказывается есть Есть В устной торе говорится Что там в одном месте 7 В другом 10 А в третьем месте 24 вида Дерево под названием эрес Эрес переводят на русский язык Кедр То есть нам понятно Что есть например 24 вида хвойных деревьев Может быть вполне такое Может и больше есть Но как бы 24 вида Понятно что многие видели От кипариса До хвойного дерева Какая нибудь там Ёлка синяя Кедр Секвоя Тоже хвойное дерево И вот этот шетим Это один из видов этих хвойных деревьев И Все Все В храме предметы Деревянные Были сделаны из этого дерева шетим Теперь возникает вопрос Откуда Откуда взялось у них в пустыне Это дерево шетим Значит Устная тора говорит Что все что им нужно было Там Драгоценные камни Значит Все это То чего не было у них с собой Все это падало им Вместе с маном с неба Но Шетим дерево то Не написано что с неба падало И тут устная тора проводят Целые целые мудрецы Которые знают всю устную тору Все эти предания Медрашим Книга Зоар Там все 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 Они это знают Все эти древние книги И значит Ответ был такой Что Яков Когда он шел в Египет По приглашению Юсефа Написано что он зашел в Бершеву И взял кедры Которые эти шетим Которые еще посадил Авраам Взял их с собой Посадил их в Египте И посадил их по дороге И дальше Когда они уже подошли Получая тору То там было место Есть в одном из преданий Было место Где была Целая роща Вот этих вот Шетим Этих деревьев Теперь почему Яков Такое внимание Уделял этим деревьям Оказывается Ноах Он тоже сделал Свою тайву Свой Этот Ковчег Ковчег Ноаха Это было как Ковчег Завета В этом самом В Мешкане Также был Ковчег Ноаха Он был У Ноаха Ноах тоже сделал Это все Из деревьев Вот этих Аразим Из этих Кедров Назовем это Кедры Да Условные Теперь А почему Ноах строил Ковчег 120 лет Потому что Он эти Кедры Из которых Он строил Он должен был Сам вырастить Он их Сам садил И сам Их выращивал И сам Потом из них Строил Ковчег А почему Тогда Яков тоже Он взял Эти кедры Авраама И посадил И сказал Своим Потомкам Что когда Будет время Выхода Из Египта То возьмите С собой Эти кедры Потому что Вам из них Нужно будет Строить Ковчег Вот это Все нужно Будет строить Оказывается Что самое Древнее Идолопоклонство Которое Есть в мире Это Идолопоклонство На Вечно зеленую Елочку То есть Елочка Она олицетворяет То есть Как бы Весь этот мир Цикличный Да Мы смотрим Обычные Деревья Листики У них Появились Листики Завяли И так Продолжается Циклично Значит Мы видим Что действительно Есть Какие-то Циклы Есть Рождение Умирание Там Все Самое Самое Прочное Дерево Которое Показывает Что как будто бы Вечно зеленое Оно называется Да Вечно зеленое Это Вот эти вот Все Ну Ёлки Вот эти все Штуки Да И это было Поклонялись Есть культ Ашера Да Поклонялись Этим Этим Деревьям Как и Далопоклонству Теперь получается Что Ну Нельзя взять Предметы Идолопоклонства И использовать Для служения Всевышнему Поэтому Вот эти вот Тедры Из которых Это было сделано Их специально Выращивали Когда Авраам Посадил Этот тедр И дальше Яков Взял этот тедр И дальше Когда ты Садишь То есть Когда ты Предназначаешь Это дерево Не для Идолопоклонства А для Служения Всевышнему То тогда Даже если Кто-то Ему поклоняется Он его Этим не портит И поэтому Ноаху Надо было Вначале Вырастить Эти тедры Которым Никто не Поклонялся А потом Он из них Сделал Этот тейва И вот здесь Вот эти вот Тедры Это тоже Были специальные Которые Именно были Они Без Идолопоклонства Значит Нужно было Взять Эти тедры Шитим Это дерево Шитим Сделать Из них Стол Сделать Значит Покрыть Золотом Чистым И сделать По кругу Этого стола Нужно было Сделать Такой золотой Бортик Сделать Нужно было Этот бортик Все это Обозначало Различные Аспекты Правления Всевышнего В этом мире И управление Как Всевышний Управляет Этим миром И вот этот Стол И хлеба Которые там Нужно было На него Класть Это обозначало Богатство Да Аспект богатства Почему Приходит Одним приходит Им прет А другим Приходит Не прет Почему Этот Например Возьмем Дубай Кувей Эмираты Просто Смотришь На них Арабы В таких Белых Халатах В платьях С такими Штуками А богатство Такое Невероятное Почему Им пришло Это богатство А рядом Посмотри На ту же Сирию Вообще Никакого Богатства Просто Разрушенная Страна Бедность Дикая Бедность И там Арабы И там Арабы Почему Земля Израиля Когда Она была Еврейский Народ Сюда Не вернулся Она была Просто Голод Малярия Вообще Никто Не мог Тут жить То есть Это было Вокруг Ливан Цветущая Страна Египет Цветущая Страна Иордания Там Все Везде Все нормально Израиль Место Которое Сейчас Экспортируют Там Еду Продукты Технологии Вот это Маленькое Место Было Болото Полное Болото Пустыня Нет еды Потом Возникает Государство Израиль За 70 лет Просто То есть Есть вот этот Аспект Божественного То что называется Простыми словами Везения Который Зависел Как раз От этого Стола Дальше Сделаешь Разные Там Предметы Которые Служения Да Все из золота Там все тут Написано Как это сделать И положишь На шулхан Лехем Паним Хлеб Который Назывался Дословно Хлеб Лиц Перед И делаешь Будешь Постоянное Жертвоприношение То есть Я сейчас Как говорил Уже не буду Входить в нюансы Потому что нюансы Они многочисленные Интересные И было бы отлично Чтобы сделать Действительно На эту тему Мы сейчас начали Делать фильмы Вот например Там кто-то Там конкретно Да Габриэль Габриэль Кокошвили Правильно Его фамилия Что-то у меня Не выходило Значит Кокошвили Он например Говорит Сделайте пожалуйста Вот серию Фильмов таких Мы сейчас Делали фильмы Про молитву Вот кто давно Просил Сейчас выйдет 7 фильмов У нас По 10 минут Конкретно Как молиться Все про молитву И сейчас Если кто-то Захочет Мы сделаем Фильмы Конкретно Про устройство Мешкана Если кто-то Возьмет на себя Инициативу Финансирование То мы сделаем Найдем преподавателя И он сделает фильмы И все остальные Будут смотреть Просто Наслаждаться Учить Тору И узнавать Как Всевышний Управляет миром Значит Хочу закончить На шутке На такой Смешной истории Значит Вот этот вот Лехенпаним Который был Хлеб Да Который лежал На этом столе Обозначающий богатство Он Он Не портился Его делали там На неделю Насколько я помню И он вообще Он не высыхал Не портился Там Не вообще То есть Что-то было Какой-то секрет В этом хребе И Значит Была Минора Минора Это светильник был В котором масло Было Там Ну каждый Каждый предмет Мешкана Потом храма Он обозначал Какой-то Какой-то из механизмов Управления мирозданием И этим миром И вот Как-то Сейчас приближается Пурим Сегодня Как раз Начинается Месяц Адар Самый веселый Месяц года И В нем будет Пурим Самый веселый праздник Месяц Адар Увеличиваем в радости И вот я помню Как-то на Пурим В Иерусалиме Я еду на такси Все ездят В Пурим Выпивают Смеются Радуются То есть Такое Очень много Прям надо радоваться И в этой радости Молиться Всевышнему Вот я еду С несколькими друзьями Мы едем От Равина Равханоха Лернера Мы были у него Едем в сторону Рамота Это где я живу И мы остановили такси Залазим все в такси Значит И таксист Еврей Из Курдистана Есть эти евреи Из Курдистана Это между Турцией И Сирией Это такой горный район Где евреи Очень сохранились В таком первозданном виде Когда они туда пришли Очень непонятно Но они такие вот Они очень первозданные Такие И очень такие они Знаете какие Горные такие евреи И они очень много Их таксистами работают И есть про них Интересное предание Что они между собой Разговаривают На арамейском языке На том Которым записана Книга Зоар То есть Им не надо учить Арамейский специально Чтобы изучать Книги по Кабале Они на нем разговаривают Я его спрашиваю Говорю Это правда Что Ты Курд Знаешь Арамейский Он говорит Правда У нас в доме Все разговаривают На арамейском Говорит Более того Моя мама Знает рецепт Вот этого хлеба Который пекли В мешкане Лехемпаним Вот этот Который не черстведник Когда У нас в семье Сохранился этот рецепт А это Ну Пурим Мы все выпившие Я думаю Ну наверное Он что-то преувеличивает Ну у меня такая была мысль Я говорю Ну ладно Отлично А он заметил Недоверие В моем голосе Он мне говорит Вот ты думаешь Я просто таксист А он даже Он был или без типы Или в такой маленькой типе Такой Да Но не выглядел Как без бороды Не выглядел Как такой религиозный Вот прям фанатик Он говорит Я каждое утро Встаю там В 3-4 утра Окунаюсь В родниковую микву И потом учу Два часа Учу книгу Зоар Учу кабалу А потом Я днем Там работаю Таксистом Я тоже Так видно По взгляду Моему было Что я не очень Доверяю этой информации А я очень Такой Ну скептик Да Почему я скептик Не знаю Почему Но я Как бы Всю информацию Я проверяю Насколько она Логично Нелогично Сочетается Не сочетается Есть у меня Какой-то такой Внутренний фильтр Я так У меня этот фильтр Все равно срабатывает Что я ему Не доверяю А он это Видно что Чувствует И он мне говорит Вот говорит Я сейчас тебе Приведу пример Вот мы сейчас Проверим твой Значит Он говорит Вот если тебе Сейчас предложат Это был Пурим Кстати Интересная вещь Он мне говорит Если тебе сейчас Предложат На выбор Вот тебе надо Выбрать Или тебе сейчас Расскажут Сот Аминура Тайна Храмового Светильника Да Вот то что стоял В храме Светильник Он отвечал За все тайны Свет Как бы Свет Масло Свет Это обозначает Свет Торы Знание Да Божественная мудрость Вот если тебе сейчас Откроют тайну Вот этого вот Светильника Или тебе Подарят Каньон Азриэли Каньон Азриэли Это самое Дорогое здание В Израиле В котором Огромный небоскреб Там есть Значит Торговые центры Там Ну огромный Огромный небоскреб В Тель-Авиве Каньон Азриэли Он называется Значит Что ты выберешь Я такой задумался В этот момент И ему говорю Знаешь Говорю Вот если честно Вот меня Честно меня спроси Да Я бы выбрал Каньон Азриэли Говорю Потому что Я значит Живу в этом мире В этом мире Катируется Каньон Азриэли Да То есть Если как тут ни крути В этом мире Люди живут Работают Мы люди Как бы Человек Он материальный Да Поэтому говорю В этом мире Пускай у меня будет Каньон Азриэли Я смогу сделать Ну сам я для себя думаю Много заповедей Я там Много людей Начну отучить Тору Я буду оплачивать Очень много Садикам Их жизнь Они будут делать заповеди То есть Я там например Половину отдам На духовное И половину у меня будет Не знаю зачем Ну вот будет Пускай будет Я говорю Я выберу Каньон Азриэли Он говорит Эх ты Говорит Вот видишь А я бы выбрал Говорит Сода Минура Тайну Храмового светильника И он такое говорит Мне Потому что Если ты знаешь Сода Минура Если ты знаешь Тайну Храмового светильника У тебя будет Десять Каньон Азриэли У тебя будет Все что ты хочешь И он сказал Обычно Действительно умную Очень простую вещь Что если ты знаешь Сод Тайну всего То тебе в принципе У тебя все вопросы Твои закрыты То есть У тебя закрыты Все твои вопросы И ты живешь В свете божественного Вот этого Знания Радости Тебе все понятно Все хорошо Такая у меня была Личная история с ним Поэтому Поэтому Вот мы сейчас изучаем Как раз Про Все эти храмовые предметы Как это работает Но я не знаю Я честно говоря Эту тему не знаю И Наверное Конечно Стоило бы углубиться Но я думаю Что еще через пару лет Я в это углублюсь А пока вместе Я вот буду Сейчас Поучимся Потом надо Потренироваться Поработать Нужно жить Божественной жизнью Но в этом мире Пока вместе Я на этой стадии Развития Но каждый Сам себе выбирает Вчера мы были Например В Свате Там один парень Который бросил Докторскую диссертацию По экономике Все бизнесы Все живет На горе Мирон Рядом с гороем Мирон Там где Мадила Арашбера Бешиман Барюхай И только занимается Вообще Вот только Духовностью Учит кабалу Там И там таких Целые поселения Этих людей Которые Их материальный мир Не интересует А их интересуют Только вот эти Тайны Тора Все Всем удачи Успехов Чтобы Всевышний Каждому из нас Дал то что нам нужно Но чтобы Точно было у нас Главное стремление Все делать Прославлять Всевышнего Все делать как Бог хочет Поступать правильно Выполнять заповеди И Бог услышит Наши молитвы Заслугу Что мы учим Тору Выполняем заповеди И помогаем Тем кому нужна помощь Все Всем хорошего дня Хорошей недели Хорошего месяца Адар И с Божьей помощью Чтобы Было все хорошо Все счастливо Пока Пока